Планируется это самый высокий именно жилой дом. Общая высота 100 метров. Три этажа коммерческой части и 26 жилых этажей в доме. Еще три этажа высотки будут под землю и их отведут под парковку. Разместить 100 метровку собираются на алом поле неподалеку от небезызвестного торгового комплекса. Рабочие уже начали ставить забор. В феврале, вероятнее всего, стартует стройка. Если верить проекту, жильцы получат немало бонусов. Третий этаж коммерческой части у нас это большой фитнес-центр с бассейном 25 метров. У нас прямо из лифта выходишь, сразу же можешь попасть в фитнес-зону. У нас большая эксплуатированная кровля на высоте 15 метров, на которой есть как спортивные площадки, так и детские прогулочные зоны. Консьерж, охрана, видеонаблюдение, штатные гувернантки, горничные. Прежде чем строить жизнь класса люкс, инвесторы посоветовались с историками. Обживать эту местность челюбинцы начали в 19 веке. Александровской площадью тогда заканчивался город. Первым дом здесь поставил чиновник Курчеев. Чуть позже участок вместе с постройками купил коммерсант Высоцкий. Он открыл чай-развесочную фабрику. После революции дом изъяли. Там расположили воинскую часть МВД. И уже в 80-е годы стало понятно, что это центр города. В центре города воинская часть не очень красиво смотрится. Эти корпуса, складские помещения. Рядом новый квартал построен из современных высотных зданий. И тогда появилась идея, что надо это снести. И вот как раз фотография сноса 1988 года. И построить там высотные здания. Еще архитектор Александров говорил, что на проспекте Ленина должны быть доминанты. Желающие поставить высотку на Алом поле уже были. Новый проект – это ребрендинг предыдущего. Мы считаем, что центр Челябинска требует уплотнения, требует таких объектов. И в этом, опять же, мы боимся этого. Ничего не делаем. Умеем пустыри сейчас, которые не застроены. С ними надо аккуратно смотреть, аккуратно, вдумчиво прорабатывать. Тогда решится проблема с открытием бизнеса в центре. Сейчас-то часть города недостаточно хорошо заселена, считают архитекторы. Главное, чтобы застройщики достигли заоблачных высот. Это самое, конечно, главное опасение. Сможет ли застройщик построить такой объект. Потому что недострой просто убьет центральную часть. Стоимость проекта оценивается почти в полтора миллиарда рублей. 100-метровую высоту застройщики намерены взять за три года. Собираются привлекать деньги дольщиков. Говорят, желающие жить под облаками уже есть. Каждый квадратный метр им обойдется примерно в 65 тысяч рублей.